Восьмилетная Самбат Сапарали в детской деревне Соктября. Вместе с ней живут ее младшие брат и сестра. Девочка уверяет, тут для нее настоящий дом. Мы тут играем, веселимся, нам всем тут хорошо. Все, что мне хочется, мне дают. И мне это очень нравится, поэтому я очень благодарна маме. За 10 лет через детскую деревню прошло несколько сот, таких как она. Около 200 человек уже выпустились, устроились на работу, а некоторые воспитывают уже своих детей. Каждый ребенок уверен, встать на правильный жизненный путь им помогли мамы, которые, в свою очередь, благодарят тех, кто создает им хорошие условия для работы. Заботятся хорошо не только о детях, но и о мамах тоже. С нами тренинги проводят, мы выездные тренинги делаем. Мало того, что мы по месту без отрыва от работы, но мы каждый год ездим. В прошлом году мы были осенью в Жартасе. Отдых совместно с тренингами проводится. Разные учебы. Всегда у нас такая хорошая поддержка. Сегодня чествовали мам внешних заметный вклад в развитие детской деревни. Среди них Алтынгуль Дусенова, которая воспитала уже два поколения детей. За 10 лет я воспитала 13 детей. Две моих девочки уже и сами стали мамами. Я очень люблю своих детей, свою семью и очень горжусь ими. Конечно, были и трудности, но все вместе мы смогли их преодолеть. По словам руководства детской деревни, за прошедшие 10 лет тут произошло множество событий, которые стали предметом гордости. Однако больше всего сотрудники радуются успехам своих детей. Да, одно и самое главное – это прибытие первых детей. Как обойти события, связанные с достижениями детей. Это их призовые места в творческих конкурсах, в соревнованиях спортивных, соревнованиях с спасателей, в экологическом водном походе. То есть эти события, их каждый год. Мы даже однажды посчитали от воспитания. Но из самых различных событий по развитию и поддержке детей мы проводим в деревне. Но самое главное – это то, что дети растут в настоящей семье. На сегодняшний день в детской деревне живут, растут и учатся 64 воспитанника. Еще 16 находятся в доме юношества. Алексей Никоноров, Владимир Пороховой. Новости Тибертал.